Всем привет, с вами Витик Вячеслав. Сегодня я вам покажу оригинальную дебютную ловушку в лондонской системе. Итак, начнем. d4, d5, слон f4, конь f6, e3, c5, c3, конь c6, конь f3. Я здесь в основном всегда хожу вместо конь f3, конь d2. Там есть свои плюсы и минусы, соответственно, свои тонкости. e6, конь d2, слон d6, слон g3, 2, 0, слон d3. Да, и здесь есть несколько продолжений. Черные, в принципе, во многих подобных позициях стремятся провести e5, но на ферзь c7 здесь не очень хороший ход из-за dc, и слон g3, а g. И здесь, во-первых, не так-то просто пешку отыграть, а во-вторых, какие-то уже удары будут на h7, так как линия вскрыта. Да, ну поэтому естественный и понятный ход для черных. Вместо ферзь c7 пойти в ферзь e7. Да, ход естественный. Белые ходят конь e5. Понятно, что конь здесь стоит очень неприятно, поэтому черные стремятся выбить его из центра. Тоже, казалось бы, пока все нормально, все идейно. Дальше белые ходят конь d7, слон d7, слон d6, ферзь d6, dc, ферзь c5. Итак, казалось бы, черные решили проблемы, у них хорошая позиция, развитие они закончили, небольшое превосходство в центре за счет печного центра. И здесь, как гром среди ясного неба, следует вход слона h7 в шаг. Сразу скажу, в эту ловушку я ловился и сам, и уже неоднократно ловил и своих, соответственно, партнеров. Да, ну казалось бы, в чем идея? Но дело в том, что после короля h7 следует ход ферзь h5. Пока все логично, король g8. И здесь темповой ход конь e4. Да, и неожиданно под боем ферзь, и конь стремится на поле g5. Неожиданно возникают уже серьезные трудности. Да, ну и скажем, на ферзь e7 белые ходят конь g5. Да, ну и понятно, здесь уже от мата нет защиты. Понятно, что кроме ферзь e7 или любого другого отхода, можно еще сыграть g6. Да, ну это, по сути, попытка откупиться малой кровью. Но дело в том, что позиция черных все равно безнадежная. Бьем на c5, sh, бьем на d7, под боем еще и ладья на f8. Да, ну понятно, что, скажем, на отход ладья d8 белые еще по пути прихватят еще одну пешку. Конь h5, две лишних пешки, абсолютно выигранная позиция. Да, сразу скажу, впервые я попался так сам. Ну и у меня уже богатый опыт. Ни одну и ни две партии я выиграл подобным образом. Да, ну честно говоря, я думал, что я открыл Америку, да, или соперник, который поймал меня впервые. На самом деле оказалось, что здесь после dc fsc5, словно h7, 43 партии я нашел в базах, да, в чизбейсе, в чизассистанте. То есть, представляете, на самом деле, 43 партии, да, после слона h7, по сути, позиция черных уже безнадежная. Да, и тем не менее, раз за разом в эту ловушку попадается. Я надеюсь, вам понравился данный пример. Играйте лондонскую систему. Старайтесь поймать соперников на подобные оригинальные комбинации. Итак, еще раз давайте посмотрим. Да, ну а по сути здесь, естественно, если не бить на c5, то просто черные без пешки и, наверное, без компенсации. Тем более с темпом под боем ферс еще. Да, ну а после fsc5 еще раз. Слон h7, король h7, fsh5, король g8 и конь e4. Конь идет на g5 и черные минимум остаются без двух пешек. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok